На телеканале Нефтихим Новости в студии Алия Шигапова. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем, что значимого произошло в Нижнекамске и не только. Вначале коротко о главном. Участки есть, а коммуникации к ним до сих пор не подведены. Многодетные нижнекамцы получают землю на необустроенной территории. Вот так, со снегом, в бане топим, зимой. Ничего, живем? Жить захочешь, поживешь. Журналисты телеканала Нефтихим выяснили, насколько законна выдача подобных участков. В городе не хватает поваров, в деревнях механизаторов и комбайнеров. Мы задаем вопрос, сколько у вас трудоустроено. Все учреждения, как правило, называют 100%. Это, конечно, не так. В Нижнекамске обсудили вопросы подготовки кадров. Какие еще проблемы есть в этой сфере? За доблестный труд. Близкий поклон вам, дорогие наши ветераны. В День России ветераны получили заслуженные медали. Отдых в самом разгаре. Юность – это круто! В оздоровительном лагере «Юность» состоялось торжественное открытие летнего сезона. Новости производства на финишной прямой. Завод значительно обновился и с точки зрения оборудования, и с точки зрения систем управления. На заводе изопрена «Мономера» Нижнекамск-Нефтехима завершается строительство нового производства по выпуску изобутилена. Более 800 нижнекамских семей получили земельные участки по госпрограмме зарождения третьего ребенка в селе Нижнее Афанасово. Но довольными остались далеко не все. Ведь из необходимых для проживания коммуникаций там есть только электричество. О водо- и газопроводах и речи пока не идет. Даже дороги нормальной нет. Дойдут ли до этих участков благо цивилизации, разбиралась наша съемочная группа. Семья Зинура Исламова после рождения третьего ребенка получила земельный участок. 10 соток. Есть где развернуться. Можно построить дом, обзавестись хозяйством и огородом. Однако не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. С момента выдачи земли прошло уже 6 лет. Но за этот срок здесь не провели ни воду, ни газ. Таких, как Исламовы, немало. Свои участки по госпрограмме получили сотни многодетных семей. А построено лишь 30 домов. Сажать овощи и фрукты можно. Но где взять воду для поливки? Этот ресурс поселки Нижне-Афанасово особенно ценный. Так как центрального водоснабжения здесь просто нет. Ну как, воду бы желательно. Вода не постоянно, по чайной ложке, короче, дает. То есть, потом ждать приходится. Воду бы надо. А снова-то. Газ-то потом тоже надо бы. Это можно подожать электричество есть. Некоторые живут на этой земле практически в первобытных условиях. И добывают воду кто как может. Вода привозная. Возим с клятлов. Вот так, со снегом баню топим зимой. Ничего, живем. Жить захочешь, поживешь. Нормально? Так-то. Но и на автомобиль надежды нет. Дороги находятся в ужасном состоянии. В сухую погоду здесь еще можно проехать. А в дождь и слякоть жители остаются отрезанными от большой земли. Ну и на дороге, конечно, надо обратить внимание. Хотел бы нам тоже, хотя бы, чтобы отсыпали, чтобы не было грунтовой дороги. Она хоть гравийная хотя бы, чтобы получилось. Чтобы как-то изменить ситуацию, собственники два года назад создали инициативную группу «Чайка». Они стали писать письма и обращения во все инстанции. Все-таки нас Айдар Айсич заметил. И начались движения. В прошлом году нам назначили куратора. То есть создалась в администрации тоже группа, соответственно. Сейчас у нас, как в прошлом году, можно было подключиться к электричеству за 550 рублей. Также льготная цена она есть. Айдар Айсич обещал нам, что к концу года все-таки дороги нам, скорее всего, обсыпят. Также, благодаря совместной работе муниципалитета и многодетных семей, появились дополнительно автобусные рейсы в Нижнее Афанасово по субботам и воскресеньям. Еще один вопрос, который волнует собственников – заброшенные участки. Они заросли бурьяном и легко могут загореться в засушливую погоду. Тем более, такие случаи уже были. Этой весной поля неоднократно горели. Два раза уже горело. Хоть бы пришли, скосили, зеленка выросла, ничего страшного. Это же недолго. 12 соток, ну, час он косой даже сбить-то недолго тут. В Нижнем Афанасово отсутствует и газоснабжение. Да и найдется ли в бюджете на эти цели средства? На недавнем совещании депутатов города и района озвучили необходимую сумму для решения всех вопросов. В частности, это у нас в Барках и в Чайке земельные участки предоставлены. Мы, предварительный анализ произведен. Это дороги, это вода, люди строятся, но инфраструктуры недостаточно. Стоимость строительства, инфраструктура – это не менее миллиарда рублей, поэтому здесь нужна государственная программа. Получается, участки многодетным выдают, а строиться и жить в достойных условиях семьи будут только тогда, когда вырастут их дети. Возникает резонный вопрос – как же работает госпрограмма? И все ли здесь законно? За разъяснениями мы обратились к юристу. Предоставление земельных участков многодетным семьям. Оно регулируется земельным законодательством Республики Татарстан. Но критерий нет к земельным участкам, которые представляются. То есть они не обязательно должны быть обустроены коммуникационными сооружениями, газофицированными, электроофицированными. Таких требований нет. Как правило, вы, наверное, обратили внимание, это не только в нашем городе, но и в других населенных пунктах. Просто представляются голые земельные участки. Таким образом, многодетным семьям остается рассчитывать только на себя и надеяться, что когда-нибудь благо цивилизации все-таки придут в эти места. Альмира Патрикеева, Влас Семагин, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Какие специалисты будут востребованы в Нижнекамске в ближайшее время? Как усовершенствовать систему профессионального образования? Эти и другие вопросы обсудили на совещании в городской мэрии, посвященном подготовке кадров. На встрече присутствовали депутаты, представители предприятий и учебных заведений города. С подробностями наш корреспондент Гузель Мефтахова. На сегодняшний день в Нижнекамске 8 СУЗов и 2 ВУЗа занимаются подготовкой кадров для предприятий города. На совещании речь зашла о каждом из них. Проблемы есть практически везде. К примеру, в музыкальном колледже не хватает инструментов. В политехническом требуется ремонт. Там его не было с момента открытия. 54 года. В плане подготовки кадров проблем тоже немало. Существует разница между спросом и предложением. По словам заместителя главы района Эльвиры Далатказиной, в городе не хватает поваров, а в деревнях – механизаторов и комбайнеров. Вместе с тем есть еще одна проблема – трудоустройство выпускников. В прошлом году найти работу смогли лишь 85% молодых специалистов. 85%? А куда 15%? Люди потратили время, средства. И это большая покрешность. Большое внимание уделили и вопросу взаимодействия учебных заведений с предприятиями города. Хороший пример в этом направлении показывает Нижнекамск-Невтихи. Работу здесь начинают со школьной скамьи. Для учеников организовывают экскурсии, показывают видеоролики, тем самым повышают интерес к рабочим специальностям. Большое взаимодействие ведется и со студентами. Ежегодно производственную практику проходит более полутора тысяч человек. 10-15 лет назад мы, наверное, первые в республике, а можете и в России, заключили договора с учебными заведениями. 44-й, 62-й нефтехимический колледж на комплектацию нашими кадрами. Это было, я считаю, сделано очень правильно. Благодаря тому сохранились эти учебные заведения, которые сегодня стали учебным центром. Сейчас градообразующие предприятия совместно с колледжем нефтехимии и нефтепереработки реализуют дуальную систему профобразования. Сочетают на себе теорию и практику. То есть, полученные в колледже знания студенты применяют на производстве в цехах предприятия. Такая форма взаимодействия позволяет компании готовить кадры под заказ в соответствии с внутренними потребностями и требованиями. Сотрудничает акционерное общество и с Нижнекамским химико-технологическим институтом. С 2004 года на базе ПАУ «Нижнекамский нефтехим» совместно с НХТИ созданы 4 базовые кафедры. Это механики, электрики, технологи, прибористы. Я хочу, Василий Николаевич, в Вашем лице поблагодарить все промышленные предприятия, но отдельно «Нижнекамский нефтехим», которые всегда в этих направлениях был, есть и нет никаких сомнений, что будет продолжать вот этот вектор взаимодействия, понимая, насколько это важно подготовить квалифицированные кадры. Большое внимание на совещание уделили вопросу подготовки кадров в связи с получением города статуса территории опережающего развития. В строящихся промышленных парках уже открыт ряд вакансий. Среди них есть новые для города профессии, такие как мастер по производству синтетической пряжи, специалист по энергетическим установкам и другие. В 27-м году мы должны создать 3000 новых рабочих мест с объемом инвестиций в 7,5 миллиардов рублей. Статус резидента ТОСР за 10 лет должно получить не менее 20 новых компаний. Подняли и вопрос размера стипендий нижнекамских студентов. Сейчас в среднем она составляет 590 рублей. Из-за нехватки денег студенты устраиваются на работу в основном не по своей специальности. И это в немалых случаях приводит к отчуждению выпускников от профессии, которой их обучали. По всем озвученным проблемам будут искать решения. Уземь Мефтахова, Власти Магин, телеканал «Нефтихи». Накануне нижнекамцы отметили День России. В патриотический праздник в городе состоялись концерты, конкурсы для детей и взрослых, спортивные состязания. Но центральным событием этого дня стало торжественное вручение медалей за доблестный труд участникам Великой Отечественной войны, тыловикам и узникам в концлагере и жителям блокадного Ленинграда. В этом году президентом Рустамом Минихановым принято решение за активную патриотическую работу наградить медалью за доблестный труд более двух тысяч татарстанцев. Из них 103 жители Нижнекамского района. В День России прошло чествование ветеранов и торжественное вручение медалей. Вы, уважаемые наши ветераны, научили нас гордиться своей страной, своей республикой, своим городом, ценить свободу и не отступать перед трудностями. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, уважаемые дружники тыла, за счастливую мирную жизнь. Мария Володина – участник Великой Отечественной войны. С 43-го года работала служащей гарнизонного банно-прасочного отряда 42-й армии. Награждена медалями Жукова за победу над Германией и орденом Отечественной войны второй степени. Это было наше время. Такое не надо больше. Ветераны Великой Отечественной войны – особо уважаемые люди. Во многом, благодаря их усилиям, наша страна стала сильнее. Фронтовики смогли сберечь ее свободу и независимость. А сейчас я на время передаю слово Анне Дочкиной. У нее самая свежая информация о том, что значимого произошло на площадках компании «Нежникамснефтеким». Алия, спасибо. Я рада приветствовать вас, наши дорогие телезрители, в эфире новости производственного сектора. Ни для кого не секрет, что «Нежникамскнефтеким» реализует множество проектов, направленных на увеличение мощности выпуска каучука СКИ. Он очень востребован среди мировых производителей шин. В его состав входит изопрен, который также выпускают в акционерном обществе. Поэтому наряду с программами по увеличению мощности производства каучука идут мероприятия по наращиванию сырьевой базы. В сентябре прошлого года на заводе изопрена «Мономера» было запущено новое производство формальдегида. О том, что сделано в подразделении в этом году, говорили на еженедельном совещании руководителей предприятия. Подробности в нашем следующем сюжете. Работы по наращиванию мощности на заводе «ИМЭ» выходят на финишную прямую. Готовится к пуску установка по выпуску изобутилена. В новом цехе ежегодно будут дополнительно производить 160 тысяч тонн продукта, необходимого для изготовления изопрена. Масштабы цеха впечатляют. Практически на пустом месте появились два отделения – и Ф2, и Ф3. Кроме того, к завершению приближается строительство новых объектов по программе наращения мощности изопрена. В данном моменте монтаж технологических оборудов на 96%, технологических травопроводов на 91%. Монтаж кабелей по части КПА – 81%, монтаж кабелей по электротехнической части – 83%. Новшество есть практически в каждом подразделении. В цехе синтеза диметилдиоксана и изопрена смонтирована новая наружная установка. В соседнем подразделении, где занимаются очисткой продукта, установили дополнительные колонны, емкости и теплообменники. При модернизации акцент был сделан не только на технологичность и безопасность установок, но и на экологичность. Завод значительно обновился и с точки зрения оборудования, и с точки зрения систем управления. И поэтому здесь необходимо вот эти все вопросы довершить, произвести дополнительное обучение персонала, если это требуется, и выйти на стабильную работу. Действительно, объем огромный сделан. Качество продукции зависит от исправного состояния технологического оборудования. Именно поэтому на заводе регулярно проходят капитальный ремонт. В этом году провели его в апреле. Замены и наладка оборудования, диагностика и чистка аппаратов. Это далеко не весь перечень задач, которые предстояло выполнить. Были выполнены работы по экспертизе оборудования на отстаточные стёжки, проведены гидроспытания. Произведен ремонт глухих тарелок, замена сектом отводов реакторов ТНК. Произведена чистка и ремонт 31-1 единиц колонного оборудования. Еще одной темой совещания стала работа управления технического контроля. Специалисты подразделения совместно с сотрудниками заводов и НТЦ трудятся над повышением качества выпускаемой продукции. Для этого проводятся всевозможные исследования, а также ведется активная работа с потребителями. Кроме того, в состав УТК входят две экологические лаборатории – санитарно-промышленная и биологических очистных сооружений. Первые из них работают круглосуточно. На совещании были обозначены основные задачи управления на ближайшее будущее. Есть программа оснащения лабораторий современным оборудованием. Эта программа рассчитана на три года. Со следующего года мы начинаем уже делить и выбирать именно те позиции, особенно важные, чтобы действительно укрупнять рабочие места. Также в этом году у нас большая работа – это по расширению области аккредитации, экологических лабораторий. Приедет будет инспекционный контроль. Ну и также основная задача – это работать над повышением качества выпускаемой продукции. Также среди основных задач управления – централизация заводских лабораторий второй промышленной зоны. Планируется, что в состав УТК войдут лаборатории завода СПС и Итилен. Кземь Мефтахова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». Город Снежникамск-Нефтехима – это высококлассная продукция. Компания известна далеко за пределами нашей страны, благодаря Каучукам. Востребованные во всем мире ластомиры и сырье для них производятся в нескольких подразделениях компании. Завод Баутилово-Каучука в их числе. Немалую роль в выпуске качественной продукции играет своевременная модернизация производства. Совсем скоро на заводе начнется капитальный ремонт. Как к нему готовиться, узнавал наш корреспондент. Нижникамский Каучук пользуется большим спросом у ведущих иностранных компаний. И это неудивительно. Нижникамск-Нефтехим постоянно совершенствует качество и увеличивает его производство. Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы требуется прилагать немало усилий. Все производственные процессы тесно связаны друг с другом. Подразделения компании представляют собой хорошо отлаженный механизм. Если из строя выйдет хотя бы одна деталь, продолжать выпуск продукции будет невозможно. Цех по производству высококонцентрированного изобутилена – первое звено в технологической цепи по производству Каучука. Здесь производится высококонцентрированный изобутилен, который является мономером для производства БК. Данный процесс производится в две стадии. Первая стадия – это гидротация изобутилен-сочерачьих фракций. После этого третичный бутиловый спирт на второй стадии – дегидротация. Также на категоризаторе разлагается с образованием изобутилена и воды. В цехе трудятся молодые, энергичные, а главное – опытные сотрудники. Это аппаратчики, машинисты насосных и компрессорных установок. Идем за процессом соблюдения всех технологических норм. Также мы выходим на установку, потому что все аппараты и оборудование находятся в наружной установке. Допустим, регулирование воды, пром воды, чтобы поддержать температуру. Это делается все там. Осмотр, естественно, уже внешний осмотр всех приборов кип, всех трубопроводов, аппаратов, клапанов – все это в наши обязанности входит. Продукция завода БК применяется не только в строительной, резинотехнической, медицинской отраслях, а еще и в пищевой промышленности. Мало кто знает, большинство рецептур жевательной резинки содержит бутиловый каучук пищевого назначения. Оборудование, при помощи которого осуществляется производство эластомеров, всегда должно находиться в отличном состоянии, ведь качество товара превыше всего. Для этого в Нижнекамскнефтехиме регулярно проводят капитальные ремонты. Капитального ремонта мы начинаем готовиться заблаговременно, составляем перечни, светлые ведомости, выявляем дефектные участки трубопроводов, арматур, которые нам необходимо заменить. Цех по производству высококонцентрированного изобутилена обеспечивает себя капитализатором собственного производства. Для стабильной работы цеха в течение года во время капитального ремонта требуется заменить порядка 135 тонн. А пока же здесь полным ходом идет подготовка. Ведутся огневые работы. Это электро- и газосварка, паяльные работы, а также механическая обработка металла. Самое главное – это безопасное проведение самих огневых работ и соблюдение всех правил норм по инструкции непосредственно. На заводе «БК» капитальный ремонт планируется провести в конце июня – начале июля. В это время будут остановлены, обследованы и приведены в порядок все производственные цеха. Альмира Патрикеева, Влас Симагин, телеканал «Нефтихим». У меня на этом все. Свежие новости производственного сектора уже в эту пятницу на нашем телеканале. А я, Анна Дочкина, прощаюсь с вами ненадолго. До встречи. И еще одна информация. Впереди у нас праздничный день. В пятницу нижнекамцы отметят праздник Ураза Байрам. Сегодня в Центральной соборной мечети Нижнекамска имам Мухтасиб Салих Хазрат рассказал о том, какие мероприятия ждут горожан в честь окончания мусульманского поста. Ровно месяц от рассвета до заката солнца мусульмане держали пост. Ураза – главное событие в году для проповедующих ислам. Отказавшись от пищи и мирских развлечений, верующие посвятили это время духовному росту и анализу собственных деяний. Пост завершается в пятницу 15 июня. В этот день на территории Центральной соборной мечети в 7 часов утра начнется праздничная проповедь. А уже в 8 часов мусульман ожидает намаз. Как ожидается, здание мечети не сможет вместить всех желающих, поэтому ковры для совершения молитвы будут расстелены и на улице. Дорогие горожане, от всей души разрешите поздравить вас с праздником Ураза Байрям. Пусть Всевышний примет наш пост, нашу Уразу. Все наши благие деяния, которые мы делали в этот месяц, старались получить больше наград. И хочу пригласить вас 15 числа в пятницу в Центральную мечеть, где мы будем также вместе, дружно провожать с одной стороны Рамазан, с другой стороны и отмечать праздник Ураза Байрам. На Ураза Байрам мусульмане обязательно должны выплатить закят альфитр – пожертвование. В этом году его размер от 100 до 600 рублей с человека. Наступило лето, а это значит, свои двери для школьников открывают лучшие лагеря не только города, но и республики, такие как юность и олимпиец. Последний – это единственный в городе спортивно-оздоровительный лагерь, где организованы профильные заезды. В минувшие выходные туда отправились более 200 мальчишек и девчонок для отдыха и проведения учебно-тренировочных сборов. К каким соревнованиям готовятся ребята и какая программа тренировок их ожидает, узнавал наш корреспондент. На площади у Дома народного творчества родители провожают в своих чат спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец». Момент волнителен не только для детей, но и для родителей. Мы сегодня провожаем дочку нашу в «Олимпиец». Первый раз переживаемся. Ожидаем общения с детьми, то есть новых друзей найдет. Двоих отправляю сына и дочку. Первый раз. Вот страшновато. Для этих школьников каникул не существует. Спорт не терпит длительной передышки. И неважно, занимаешься ли ты боксом, плаваешь или катаешься на лыжах. Если хочешь достичь хороших результатов, выкладываться придется по полной. Действительно, «Олимпиец» являются кузнецей кадров, где мы закладываем не только физические, скажем так, воспитываем не только физические способности, но и закаливаем спортсменов. Этим летом я запланировал два сбора. В данном случае «Олимпийц» выступает как учебно-тренировочный сбор. Далее мы поедем, полетим в Крым, где будет случиться тренировочно-восстановительный сбор. Боксеры, борцы, легкоатлеты, пловцы, лыжники и дзюдоисты. Всего более 220 спортсменов от 7 до 17 лет заехали в «Олимпийц» в первую смену. Кто-то заехал первый раз, кто-то второй. Я уже третий из первого класса заезжаю. Мне очень нравится в лагере. Тут стало побольше полок. Я очень эту смену ждала. Я впервые сюда приехала. Я вот нашла новую подругу в автобусе, ее зовут Диана. И мне очень понравилось тут. Смена приурочена к чемпионату мира по футболу. Поэтому все мероприятия и соревнования посвящены этому событию. Детям это игра, это отдых. Тоже самое тренировка идет. Подвижные, на ловкость, на быстроту и разные игры. Они как в игровом виде проводят занятия, и все будет отлично. И дети не будут уставать, они нагрузку не почувствуют. И в то же время будет физическая нагрузка. «Олимпийц» – это единственный лагерь в городе, где организованы профильные физкультурные заезды. Тренировки проходят здесь несколько раз в день. Именно в этом и есть залог успешного спортивного будущего. Я занимаюсь плаванием 11 лет. В лагере предоставлены все условия, чтобы мы стали чемпионами. Пославили наш город Нижнекамск. Езжу в «Олимпийц» уже шестой год подряд. Здесь мне очень нравится. Занимаемся очень много. Из-за этого и получаются результаты хорошие. Я недавно ездил на соревнования на Кубок Республики Татарстан по плаванию. И занял третье место. Руководство спортивного клуба «Нефтехимик» и Нижнекамск «Нефтехима», в чей структуре находится «Олимпийц», создали лучшие условия для ребят и тренеров для комфортного пребывания, отдыха и занятия спортом в лагере. Я считаю, что «Олимпийц» – это единственный лагерь, где созданы все шикарнейшие условия для именно занятия спорта. Три футбольных поля, одно искусственное поле, две волейбольные площадки, баскетбольные площадки, теннисный корт, значит, павильон для единоборств. Несмотря на то, что распорядок дня юных спортсменов будет включать в себя немало тренировок, вожатые для них подготовили и развлекательные мероприятия. Кира Николаева, Лея Санцаитова, телеканал «Нефтехим». Продолжим тему. В лагере «Юность» заезд уже в самом разгаре. В минувшую субботу в ведомственном лагере «Нежникамск-Нефтехима» состоялось мероприятие, посвященное открытию первой смены и в целом летнего сезона. Отдыхающие дети вместе со своими наставниками подготовили праздничный концерт. «Юность – это круто!» Торжественное начало смены – это своего рода день открытых дверей для родителей. Именно приехав в гости к своим детям, мамы и папы смогут убедиться, что их малыши не скучают, развиваются, правильно и полноценно питаются. В общем, проводят время не зря. В оздоровительном лагере «Юность» воспитанники подготовили праздничный концерт под названием «Лето в стиле мы». В лагере кипит жизнь. Большинство ребят приезжают сюда не первый год. «Мне здесь очень нравится, потому что здесь очень веселые ребята. И концерты, квесты проходят каждый день. Кормят тут очень вкусно». Нравится в оздоровительном лагере не только детям, но и их родителям. Они ностальгируют, приезжая сюда. Ведь многие сами тут когда-то отдыхали. «В этом лагере я провела свое детство. Ездила сюда каждый год. Сын старший сюда тоже каждый год ездил отдыхать. В этом году ему уже 16, и поехать он уже не смог. И сегодня мы приехали к младшей дочери, и сын говорит, я тоже очень хочу приехать». Особое внимание уделяется развлекательной и обучающей программе. В этом году, как обычно, ребят разделили на две дружины – «Звездная» и «Солнечная». Еще одно из нововведений в нашей программе – то, что мы для самой маленькой, так скажем, нашей дружины сделали такое шоу под названием «Слово дети», где они учат стихи, и через день на заданную тему они их рассказывают, их оценивают в зал, оценивают в жюри, и победители выходят в финал, который состоится уже в конце смены. Воспитатели и вожатые делают все, чтобы отдых в лагере для ребят был самым ярким и незабываемым событием этого лета, а досуг – веселым и полезным. «У нас день начинается с зарядки детей. Также после завтрака мы проводим каждый день спортивные мероприятия до обеда». Ребята очень готовились, старались выложиться по максимуму, несмотря на волнение, ведь выступать перед родными и близкими – большая ответственность. В концертной программе каждый отряд показал свой номер – русский народный танец, хип-хоп, брейк-дэнс, песни и небольшие театральные постановки. «Я очень долго готовилась и учила слова. Мне помогали вожатые». «Мы и наш отряд сделали такие цветочки, чтобы подарить родителям, маме, папе, сказать им пару слов. Это будет приятно и детям, и родителям». «Мы танцуем русский народный танец. Мы очень готовились к этому моменту перед родителями. Танцевать – это очень волнительно». На мероприятии были и почетные гости – представители Нижнекамск-Нефтехима. Именно благодаря поддержке предприятия лагерь продолжает жить и развиваться. «Прекрасный концерт, дети молодцы, восторг, радость, спасибо, и погода нас не подвела. Все прекрасно, отличное начало смены, я в восторге. Обязательно нужно подчеркнуть, что наш лагерь «Юность» на конкурсе занял первое место среди всех организаций лагерей. То есть это очень достойная награда, это говорит о многом. Наш лагерь – первый и самый лучший в республике на сегодняшний день». «Веселая пора летних каникул в оздоровительном лагере «Юность» только начинается. Впереди еще две недели увлекательного приключения. И дети успеют вдоволь отдохнуть. Альмира Патрикеева, Лисян Саитова, телеканал «Нефтехим». У меня на этом все. Если у вас есть интересная информация или вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Наши сюжеты, программы и, конечно же, свежую интересную информацию вы можете найти на сайте холдинга «Нефтехим.Медиа» www.medianknh.ru, а также в группе ВКонтакте и в Инстаграме. Все адреса вы видите на своих экранах. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе всех событий. Программу вела Алья Шигапова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!